Смог собрать мощнейший игровой комп за 20к. Мне написала девчонка. Всем приветик, дорогие с вами Компуктер. Каждый техноблогер ежедневно получает сотни писем от своих замечательных подписчиков с просьбой собрать ПК. К огромному сожалению, у нас не всегда получается собрать 3000 компьютеров в месяц, но мы очень стараемся. Но письмо, на которое я наткнулся пару дней назад, меня очень тронуло. Привет, дядя Компуктир. Меня зовут Ксюша, я твоя подписчица. Спасибо тебе за твои видео. Я всегда их пересматриваю, когда мне грустно и грусть проходит. Я учусь в школе, и два года я копила на компьютер. Мама помогала. Я знаю, что это невозможно сейчас, но не мог бы ты, пожалуйста, попробовать собрать мне компьютер на заказ за 15-20 тысяч. У меня никогда не было своего компьютера, и я мечтала его собрать. Спасибо, что прочитала это сообщение. Я надеюсь, что оно до тебя дойдет. Ну, церебь, по ролику дошло. Она уверена, что это невозможно. Подожди, так это чисто компьютер без монитора, без клавиатуры, без мышки, без всего, просто... Слушай, это очень мало. Ну, это очень, я не знаю, что можно... Очень дешевый компьютер будет. Ну, видимо, будет подбираться максимально. Слабенький совсем. Ну, как, самое лучшее за самые маленькие деньги будут подбирать, наверное, человек. Что это невозможно? Я скажу, что это невозможно, но ведь мы с вами можем попробовать, правда? Можем добавить по 50 тысяч сверху. Погнали. Это сразу хорошо все получится, да? Ну, помочь собрать. Слушай, ты кому-то сейчас железный солдат выйдет. Он там кому-то показывает, как будто я там водяное охлаждение поставил там все, которое стоит 1,5 на стоимости. Слабенький способность не меньше, чем слово жопа с пятью ошибками написать. И в магазине с такими запросами нас с вами сразу пошлют нахуй первым самолетом. Поэтому это у нас с вами будет или железо со вторички, или сломанное железо со вторички, или готовая говнозборка тоже оттуда же. Хотя все три способа по отдельности, если честно, полная хуйней, вот почему. Каждый обобус считает, что его крутой ПК за 20 тысяч рублей на процессоре 9100F и топовой видеокарте Ultra HD 630, 9100F и 630, F, сука, и 630, это абсолютно нормально. Как и мастерская плата от срок за 5000 рублей, сделанная 14 лет назад. Ставь лайк, если тебе тоже 14, посмотрим сколько нас. Итак, компа за хиперспортивные 300 бакс мы собираем, чтобы играть в онлайн игры, типа там Дотка, КСка, Пуп, Фортнайт или Шрек Баттл Рояль. И я думаю, мы с вами сделаем это так. Мы сейчас, короче, дай бог, купим видеокарту 1000 за 5-10, а потом уже, дай бог, как-нибудь разберемся. В диапазоне от 1 рубля до 5000 рублей видеокарты или нерабочие, или хуета. Или нерабочая хуета, это без разницы, FPS у них все равно одинаковые. Слушай, стрелка, потом вторички на самом деле. Да. На обмануть как нехер. А вот в ценовом диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей, количество сгоревших моделей сгоревших видеокарт уже намного разнообразнее. Но вот на счет не сгоревших, я наткнулся на видеокарту GeForce GTX 770 на 2 гигабайта за 9 тысяч рублей. Блин, так там почти половина стоимости уже одна видюха. Да, но она сама дорога, как я. Понятно. Что это за видюха, значит? Это видеокарта этого века? Мы, дети 21 века. Я собирал когда-то комп на такой, по производительности она должна быть где-то в районе, микрорайоне 1050 Ti 1650. Но должна, не должна, это мы с вами в тестах посмотрим. Если в футбке Фортнайте 60, 80, 180 FPS даст, это было бы просто охуенно. Хотелось бы, конечно, версию на 4 гига, она, в принципе, такая же, как на 2 гига, но на 2 гига побольше. И даже где-нибудь в хуево кукуля, такая гига стоит дороже на 3-4 тысячи. А за эти деньги я бы мог купить себе намного более полезный девайс. Чистка крутка на жопу. Достаточно подписаться на канал. Найс, изобретение. Видеокарту мы с вами взяли, а вот как я остальные железки выбирал, это просто пиздец. Продам игровой процессор для игр, могу предложить что-нибудь еще. Светлана Анатольевна, интим не предлагать, могу не отказаться. Продам оперативную память, спасибо. Да не за что. Блок питания Пердун на 500 ватт. Продам процессор. Процессор. Это, блядь, не процессор. Это все процессор, как тебе? Это жесткий диск. Спустя 20 часов переписок и звонков у меня чуть фляжка не брызнула. Я просто понял, что искать оставшиеся железные 11 тысяч, это бесполезно почти так же, как его не искать. Процы, которые старше меня лет на 100, продаются дороже, чем новые процы в магазине. Я даже в раздел с блоками питания до 500 рублей заходил, а я в такие опасные разделы без ствола вообще не захожу нахуй. Поэтому было решительно решено к херам перелопатить всю вторичку в моем городе в поисках готового вонючего компа за 11 тысяч без видеокарты, который бы выкакал нам с вами нормальный FPS. Бля, вы бы знали, что мы там нашли. Компьютер в комплекте. Две одинаковые фотки без нихуя. Два женских диска. Два женских диска. С колонкой, блядь. Вопрос в том, что я себе левая или правая. Продаю свой компьютер, вкручал. Раз, два, два, блядь. Из минусов снял боковую крышку. Но она и не осталась. Но она и не осталась. Что, блядь? Тут корпус в виде автобуса, блядь. Ём, AMD 3,5 ГГц. Частота процессора 3,5 ГГц. Ни хуя мы там не нашли, короче. Я очень расстроился. Я даже мотался по всему городу, по разным компьютерным сервисам и комиссионкам. Думал, может, хоть там что-нибудь найду. Но там тоже ничего нормального не было. Я уже успел отчаяться, если честно. Вот по-настоящему. Но, как говорил мой дед. Я люблю вас. Сука. Чёрт. Ёбаный. Короче, я нашел комп. Итак, позвольте представить вам кусок хуйни, на который я потратил ровно 10 тысяч рублей, хотя изначально она стоила 12. Сейчас расскажу. За этим моим мечтым корпусом с какой-то кошнёй, за этой материнской платой с отурованным HDMI-портом, за отсутствующей заглушкой, за неработающим USB-шником и трещащим ВП-шником скрывается древний проперженный Intel QI7 2600. Сейчас придётся ему всё реновировать, получается, чтобы он хоть нормально всё это работал. Слём какой-то процессор достал и всё, основной окинул. Нахер. Четыре ядра 8 потоков, 2011 год выпуска. И даже сравнивая с современным i7, видно, что как минимум в количестве нанометров он превосходит современника более чем в три раза. Вот умели всё-таки раньше делать, да? Остальное в компе по дефолту. Говномать. Говнодиск. И единственное, что нам с вами в том компе не подходило, это блок питания, потому что тут нам для питания видеокарты нужны два разъёма 6 плюс 2 пин с минимумом на 600-700 Вт. И я сгонял в бага старого компьютерного брахла и среди кучи вэпэшников нашёл и купил подходящий говноблок за косарь. Вот. Получилось сколько? Ровно 20, да? Если ты хочешь заранее подготовить друзьям и близким крутецкие подарки на Новый год, на сайте все майки есть возможность сделать у них со сроками, трупторы с играми, у них которые индивидуальный контент, которые там пока готовы. И выглядит она как лютое говнище. Поэтому прежде чем мы с вами приступим к тестам хуеста, мне для подписчица, как и всегда для абсолютно каждого из вас, очень бы хотелось сделать эту всратую вундервафлю немножечко красивее. Мы с вами сейчас его почистим и проапгрейдим, но для честности тестов этот апгрейд не повлияет на FPS. Во-первых, давайте заменим этот говнокулер на очень красивую аниме-тяночку-водяночку ID Cooling Pink Flow 240. В смысле? Она, наверное, самая милая вода, с которой когда-то потом собираешься. Она, бля, она стоит, блядь, вся стоимость этого. Она еще выглядит как-то охеренно, посмотри, супер моднючая какая-то. Я так и думал, что еще возьмет, просто соберет, а потом для себя свои деньги вложит. Короче, он, походу, соберет, покажет, тут действительно можно собрать, но я сделала подарок подписчице и сделаю нормальный, красивый, классный компьютер, который стоит гораздо дороже. Я так сразу и подумал, я думал, блядь, ну какой-то шлак, вообще куда-то дать можно. Можно такой вообще компьютер сделать супер няшный, смотри, как оно выглядит вообще. Я тоже такой хотел. Розовенькую няшную. Я был няшкой. И у нее сердечко посерединке с подсветкой. Курс этой водянки за последний год снизился на 346 рублей. Поэтому, кто инвестировал в водянки, я думаю, самое время фиксировать прибыль. Также давайте добавим к этому убитому же стаку и создешничек на полтерабайта. Ой, создешник. Также давайте добавим RGB вертушечек, каких-нибудь объектов. Блядь, давай ты просто новый комп соберешь. Так он новый комп собирает. Сейчас добавим, чтобы кажется, давайте вдвоем новый корпус. Новое все. Собирает его новый. И милов. И корпус ебаный выкинем, и возьмем нормальный. Максовский голдовый RDF на 850 ватт. У него есть защита от перенапряжения, защита от недонапряжения, защита от плохого настроения, защита от неплохого настроения. И для него же давайте поставим белорозовые длинители в цвет водянки First Player Steam. Блядь, ты подбирал все? Или еще какую-нибудь красивую белую длину. По-женски. По-женски. По-гиговского вижена или Айм, но 10 лет назад таких няшных плат особо не делали, к сожалению. Список с полными названиями всех железок со вторички, которые участвуют в этой сборке, а также ссылочками на няшные железки для апгрейда я оставлю в описании. Ну и все это давайте поставим в красивенький и миленький корпус. Корпус такой? А, ну не ясно. Беленький, няшненький. Ну понятно. И он бы стоит тысяч 150. Нет, что ты делаешь? Не, блин, ты уже взял некоторые старые детали? Нет. Почему? Они все были в юбичной, ты что? А, может, Дюху взял? Взял, Дюху взял и материнку вроде оставил. Процесс, наверное, взял. Да. А теперь тесты этого компьютера мы с вами проведем в популярных онлайн играх в разрешении 1920 на 1080p. Выглядит, конечно, красота, ляпота. Остальные эффекты будут на низких носках. Я очень надеюсь, что этот компьютер сможет себя достойно показать и что он нас с вами порадит. Сколько там как-то стратегистиков? КПС 73, 70, 75, 80. Портнаки. О, хорошо. КПС 33, 45. Кто знает, кто знает, вот у меня есть Fortnite, да, я скачал, и у меня есть PUBG. Вот я когда запускаю в первый раз, у меня синий экран и выключается в компе. И в PUBG, и в Fortnite та же херня? Да. В других играх все нормально, именно вот в этих играх. В Royale Battles, да, получается, вот таких вот? Или только, ну, короче... PUBG и Fortnite. Почему компьютер новый? Ну, нормально, мощно, все хорошо. И он вырубается вот на этих играх. Что за херня? А потом снова включается, когда... Я уже запускаю, уже идёт. Я не понимаю, сейчас ухуйня. Слушай, нагрев хороший, смотри. Да? 78, 65. Ну, так там в оденке стоит, как бы, заебись какая-то. Конечно, у нас всё охлаждает. Да. Дорогая Ксюша, я очень надеюсь, что, когда ты посмотришь этот видеокомп, к себе уже доедет. Ага, ты на самом деле писал не Ксюша, а такой, толстый такой, в серии, 45 лет такой, писал такой... Ой, его большое, бонёжный, спасибо. Спасибо большое за такое замечательное, тёплое письмо. Будь умницей и учись на пятёрке. Мне не надо ничего за комп присылать, пожалуйста, лучше купить себе что-нибудь на эти деньги. Класс, смотрели ещё, мерч. Я в комплект положу тебе сувениры и свой мерч, чтобы не мерзнуть. И, конечно же, я очень надеюсь, что компьютер принесёт тебе только радость, улыбку и положительные эмоции. А всем моим другим ребятам, чьи письма я пока что до сих пор не прочитал, я хочу сказать, что я этого очень-очень сильно хочу, родные, поверьте. Иногда очень хочется стать суперменом и успевать делать всё, что хотелось бы сделать. А, прям, новогодний подарок получился, 10 декабря, 21-го. А, я запишу, встаю слово. Всем спасибо большое за просмотр. А будет реакция Ксюши? Ксюша напишет, получила или нет? Да, кстати, в конце, может, было, эти Ксюши видео сняла, такая, я получила, классно! До скорой, скорой встречи. Пока. Нет, нету. Ксюши не будет. Блин, жалко. Ксюша в комментариях писала? Нет, Ксюша не написала. Не, а может, уже не получила? Не знаю, что получила, так страшно отсылать, слушай. Боишься, что там спиздят на почте где-нибудь. Жалко, смотришь, такой, типа, блин, она копила несколько лет с обедом. Да, мало помогала, 15-20 тысяч, максимум же собери, такой, блин. Не понимаю, что, да, причем, как бы, вот, понимаешь, знаешь, что таких Ксюши очень много, и всем не поможешь. Да. Да, я понимаю, что всех жалко, конечно, но, ну, знаешь, слушай, лучше кому-то помочь, не помочь никому, я считаю. Понятно, что все не поможешь, но лучше кому-то, чем вообще нет. А другая всю шесть и такая обиженная. Я же тоже писала. Ну, сказал, что... А мне вот не поможешь. Он сказал, что он еще не дошел до всех писем. Естественно, он тоже не может всем помочь. Кому-то, по-моему. Я говорю, лучше хоть кому-то, чем вообще никому. Скажу еще раз треть.